История про воздушную баталью и возвращение дракона кто? Жаль Дэн этого не увидит. Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Дайвич Глори. Сигурд, какие люди, а у нас тут заварушка в разгаре, присоединишься? Конечно. Иди найди капитана, он где-то рядом с трапом, да я и вижу где он. Но для начала я пройдусь здесь, я хочу убедиться, что здесь ничего нет такого, о чем я потом могу пожалеть, возвращаться, рвать волосы на голове, из-за того, что не сходил сюда лишний раз. Но, как видим, тут тупик. Все, пойдемте говорить теперь с капитаном. Эх, Сигурд, Сигурд, что же нас тут сегодня ожидает? Надеюсь, интересненькое будет задание. Так, заползаем, давай-ка сюда, родной. И вот у нас тут капитанчик, да? Сигурд, ржавая ты развалина, как же я рад тебя видеть, что ты здесь забыл. Ты как-то звал меня сражаться рядом с тобой, и я решил, что время настало, старый друг. Вот это правильно, вот это по-нашему. Никогда не думал, даже на секунду, что ты будешь настолько глуп, что согласишься. Ты меня еще не знаешь, ты провокатор. Посмотри на эту крошку, этот корабль будет с тобой до самой твоей смерти. Потому что очень похож на летающий гроб. Звучит отлично. Я в деле. Тогда сделай мне одолжение. Старый капитан Кир, хозяин этого корабля, немного трусоват. Он не хочет драться. Но мы-то хотим, наши возможности должны соответствовать нашим желаниям. Вот здесь ты правильно говоришь, братуха. Кирк мгновенно засыпает после ужина. Так что самый верный способ накормить его. А потом мы, Зои, поднимемся на борт и полетим надирать уши Армаде. Надо же. Как у нас тут все будет жестко-то, а? Ладно, ребята, давайте посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Это, я так понимаю, капитан Кирк. Здесь... О, ну-ка. Закрыто. Ключик нужен. Ага, а ключика у нас нету. Хорошо, давайте здесь глянем. Ничего, что-то я не вижу. Тут... О, смотрите-ка. Кружечку подобрали мы. Давайте слазим сюда наверх. Ох, елки-палки, как высоко-то. Слушайте, надеюсь, мы не зря сюда ползем. Опачки. Что это у нас такое? Ага, подзорная труба. Значит, у нас сейчас есть стакан и подзорная труба. Немного, конечно, но, тем не менее, все это дело куда-то должно нам пригодиться. Хорошо. Так, куда можно? Можно еще, я так понимаю, вниз, наверное, отсюда. Точно. Ох ты. Бармаглотик здесь у нас ходит. Давайте-ка спустимся. Пускай Бармаглот проходит, а мы дальше идем вот сюда. Так, что тут? Огнетушитель мы подбираем с вами. Тихо, тихо, бро... О! Побеждать огонь огнем? У меня так друга пожарного уволили. Да ко мне-то как Арыса. Ага. И подбираем с вами... Непонятно, что это такое. Ну-ка. Дайте-ка, тут же вроде вот. Был... Да что такое-то? Так, сейчас я его огнетушителем, ребята. Все, сбегает. Ну, а мы с вами пойдем дальше. Смотреть, что здесь есть. Хорошего и полезного для нас. А ну-ка. О! Применяем кружечку. И что это вот такое? Мы здесь, чтобы выпить весь ваш Эль? Ну, не знаю, не знаю. Так, ядро мы с вами подобрали. И... Это, ребята, похоже дело на кашу. Хорошо. Так, что тебе надо? Протянуть тебе руку помощи? Валяй, черепушка. Нам нужен ключ, чтобы открыть этот сундук. Да все это понятно. Так, я смотрю, здесь два Ахламона у нас стоят. Причем индейцы. Так, они починили двигатель. Понятно. Так, и разумеется, все сломалось, значит. Но мы уже разобрались с этим. Теперь осталось только подать пар из компрессора. Ах да, еще старый вентиль. Капитан Кирк его припрятал где-то. Хм, интересно. Так, подбираем вот эту штуку. Теперь нам нужно запустить эти шестеренки в правильной последовательности. Давайте угадывать. Так, первая должна быть зеленая, да? Потом... Потом какая? Ну-ка, зеленая. Давайте. Что-то ни черта не подходит. Ага, желтая. Нет. А, да, желтая, ребята. Желтая. Зеленая, желтая, бежевая. Так, фиолетовая и синяя. Все, мы запустились с вами шестереночки. Ну-ка. Все, понятно. Тут все то же самое написано. Ладно. Надо отсюда сваливать тогда. Получается, здесь нам больше нечего делать. Здесь же ничего нету. По-моему, нет. Так, ладно. Пойдемте с вами наверх. У нас что имеется? Подзорная труба, огнетушитель. Каша. Я так понимаю, молоко. Ядро. И одна еще какая-то фигнюля. А ну-ка. Так, понятно. Фигнюлю мы вставляем вот сюда. Рычажок. Почему-то я не могу нажать. Очень интересно. Здесь у нас вообще почему-то ничего нету. Очень странно. А для чего тогда вообще здесь надо заходить? Так, я так понимаю, и здесь тоже ничего нету. Хм. Хорошо. Давайте тогда попробуем ядро в пушку воткнуть. Эта пушка выглядит сломанной. Наверняка ее как-то можно починить. Ну, протягивай руку помощи, черепушка. Чтобы запустить двигатель, нужен стартовый вентиль. Да, очень полезная информация. Только где его взять? Бармаглот здесь у нас стоит. И кто из этих ребят кто? Зуб даю, что этот кит не Фельхейм. Так. Огнетушитель больше, к сожалению, не действует почему-то, да? Хорошо. Давайте туда поднимемся. Может быть поговорить там с капитаном? Я когда в первый раз пробовал пройти эту миссию, ребята, я очень и очень запаривался. Поэтому здесь есть одна хитрая загвоздка. Надо поговорить правильно с этим капитаном. Вот только я опять забыл, что именно нужно выбрать. Ну, это, ребята, дело по проеме. Сейчас мы подберем правильный диалог и все будет у нас на мази. А ключ-то где лежал от сундучка? Я что, похож на идиота? Я не настолько глуп. Насколько настолько? Не настолько, чтобы сказать, что я храню ключ в секретном месте, связанном с моей историей про кита. Вот он, ребята, и проговорился. Хе-хе. Так, где у нас тут не Фельхейм? Вот здесь. Так. Так, а вот и ключик, который мы искали. Ну что ж, пойдем теперь открывать с вами сундучок. Давай, давай, заходи. Да куда ты, Сигурд, побежал? Ё-моё. Вот сюда. А, у нас здесь, оказывается, просто тарелочка была. Ну, а тарелочка нам нужна для того, чтобы мы могли сварить с вами кашу. Как раз ее мне когда-то и не хватало. Ну что ж, давайте замешивать все ингредиенты. Каша нам нужна для того, чтобы напоить капитана Кирка, чтобы он в конце концов уснул. Ну, а мы уже будем дальше здесь свои дела делать. Все. Готово. Побежали с вами наверх. Так, отличненько. Да что ты делаешь-то? На-ка, поешь кашки. Спасибо за кашу, юноша. Эй, сейчас бы стаканчик другой Сидра. И Сидра у меня как раз есть для тебя. Пей, старикашка. Хе. Ну, когда ты спать-то пойдешь уже? Восхитительно. Самое время вздремнуть. Да-да, я только за. Иди-ка, поспи. Не упади там. Оу. А вот и мои друзья бегут. Привет, родные. Вы куда собрались? Можно с вами? Я как раз здесь сделал небольшой замут на этом корабле, как вы меня и просили. Корабль наш. Биггс и Ведж должны быть внизу. Пусть заводят двигатель. Мы вступаем в бой. И не забудь проверить щиты пушки. Ага, вот оно что. И опять куда-то побежали все. Получается, что мне нужно с вами сходить вниз к двум механикам и сказать, чтобы запускали двигатель. Так, здесь у нас больше ничего нету. Скотти, тебе же понравилось. Я положил твою любимую часть корабля в свое самое нелюбимое его место. Хе-хе-хе. Опачки. А что нам, интересно, это дает, ребята? В какое место он чего-то там положил? И кто такой вообще Скотти? Здесь тоже ничего нету. Поднимем эту птичку в воздух. Щиты и пушки. Двигатель на тебе, Сигурд. Так точно, капитан. Хорошо. Ну, а что нам скажет барышня? Да елки-палки, я вообще не хотел сюда заходить. Так, выходи и поднимайся по лестнице давай. Но, эта пушка выглядит сломанной. Наверняка ее можно как-то починить. Чтобы привести эту малышку в чувство, мне понадобятся шестеренки. Поищешь, старина? Конечно, поищу. Еще шестеренку нужно искать. Ё-моё, а. Так, ладно, давайте с вами спустимся сюда вниз. А где ее искать, а? Кто мне скажет? Замечательно просто. А здесь у нас ничего ровным счетом нету. Тут тоже, по ходу дела, мы ничего не сможем найти. Может, с этим поблялякать? А ну-ка. Вы сказали Скотти? Он сказал Скотти, мистер Ведж. Истинно так, мистер Биггс. Так он и сказал. Скотти был инженером у старого капитана до нас. Погиб при загадочных обстоятельствах. Связанных с огромной бочкой сидра, мешком картошки, финалом легендарной лиги и козой. А что ты радуешься, я не могу понять. Как будто тебе тут что-то дано знать. Интересно. Ну что, давайте тогда сбегаем. У нас, если связано с бочками, то может быть только одно, ребята, место. Это вот здесь вот. Я так понимаю, в погребе. Вот тут. Выше этажом, наверное, да? Здесь у нас ничего нету. А вот тут вот вполне может быть. Опа-на. И нам достается, ребята, вентиль. Хорошо. Так, а вентиль нам нужен, наверное, этим инженером, чтобы они смогли запустить паровой двигатель, да? А нет, вот сюда. И? Хо-хоу! Шикарно! Шестеренки? Разумеется, у меня есть шестеренки. Приличным механикам такой вопрос не задают. Так давай мне ее скорее. Оу! Шикандос! Так, пойду я сейчас ее отдам. Мы заодно сделаем с вами пушку. У нас еще одно ядро есть. Это как раз для нее и будет. Так, давай, 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 родной, беги быстрее. Мне уже не терпится запустить эту пташку в небо. Так. Вот сюда. Как интересно, она будет шестеренкой, да? Чинить пушку. Изумительно просто. Ну, это понятно. Так, мне нужно поговорить вот с ней. Хей, Зоя, я тут нашел кое-что. Выглядит как твой тип штуковин. Ну, естественно. То, что нужно. Дай мне три минуты, и я мегом превращу эту кучу рухляти в царицу небесных баталий. Хе-хе-хе. Ровно три минуты кидаю. О, готово уже. Все, ребята, зарядили мы с вами еще одну пушечку. Ну, я так понимаю, теперь нужно сказать капитану, что мы готовы. Здесь больше ничего не действует. Поднимаемся. Ну. Отлично. Мы готовы к взлету. Разведай обстановку из вороньего гнезда. И мы ринемся в бой. Ну, а воронье гнездо, это у нас самый верх. Там надо будет, наверное, посмотреть в подзорную трубу. Что-нибудь увидеть. И вступить в баталию. Так, давай-давай-давай, Сигурд. Поднимайся быстрее. Как же ты медленно все это делаешь? Ну, в принципе, я был прав. Так, ух ты. Ничего себе там у них армада. Так, срочно нужно доложить об этом. Хотя, подождите, кто-то уже летит. Уже летит какой-то хмырь на нас. Хе-хе. Ты прищалыга, а? Ого. Так, а мне-то что делать? Что делать мне? Кто скажет? Молчит. Приближается вражеское судно. Поднять щиты. Поднять щиты. Все, понял. Это вот здесь вот нужно. Вау. Мы в ауре. Пускатель попробует нас пробить. Хе-хе. Хренушки вам. Огонь из пушки. Пли. Ага. Все, я понял. Не зря, ребята, мы с вами ядра расставляли по пушкам. Давайте-ка начнем, наверное, вот с этого. Огонь. Опа-на. Ничего себе мы там разворотили кораблик. Хе-хе-хе. Куда это он полетел-то? Так, я так понимаю, на ту сторону. Ладно, мы сейчас тоже тогда. Опять обстрел. Приближается вражеское судно. Поднять щиты. Понял? Поднимаем. И давайте по-быстренькому переходить к другой пушке, потому что я больше уверен, сейчас мы будем еще раз стрелять. Потому что мы все-таки два ядра закладывали с вами. Огонь из пушки. Пли. Я понял тебя, капитан. Сейчас все будет. Получите, зараза. Хе. О, все. Подбили. Ну и что дальше? В принципе, победа за нами. Ага. Вражеский корабль атакует снизу. Блин, это мне, наверное, надо будет идти сейчас вниз. Давайте-ка сюда сбегаем. О, тут у нас пожар уже. Надо затушить. Огнетушитель у меня как раз есть для этих случаев. Давай-давай-давай. Ох ты! Хе-хе, неплохо. Достижение. Воздушные волки я получаю. Ё, что случилось? Опа-опа-опа. Смотрите-ка, смотрите-ка. Так, давайте здесь потушим. Так, эти ребята молчат. Вообще не говорят. Шестеренки работают. А вот паровой двигатель у нас накрылся. Надо срочно подниматься наверх. Что там эти упыри обрадовались? И кто вообще нас посетил? Так, давай-давай-давай, родной. Поднимайся, Сигур, ты мой. Драгоценный. Ага, что здесь? Хе-хе, уроды какие-то. Так, что за прыщалый гадут пожаловал, а? Так, капитан у нас спит. Ему пофиг на все. Давайте подниматься. Ага. Вот так вот. Один получил. Хе-хе-хе. Так, еще у нас тут кто-то, да, должен быть? Так, летучие мыши. Не понял. Вампир? С какого перепуга? Опа, секира у нас. Ну-ка, давайте его секирушкой. Ваша кровь будет моей. А это мы сейчас посмотрим. Ну. Опачки. Ах ты, вампир, гад вонючий. Ты что сделал с моей командой? Ну, сейчас ты за это ответишь. Хе-хе-хе. Пушка его закрылась. Ну-ка. Ну-ка, сейчас. Ну-ка. Опа. Получаемого достижения. Где вампиризация? Никто не останется позади. Ну-ка. Так, ну что, ребята. Вот как-то такая должна быть история у нас. У всего были последствия. У всего были последствия. Ну, и что дальше? Ты вышел из битвы победителем. Но ведь не это было нашей целью. Это точно. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь написано. Ну, хотя бы памятник поставили. Странный день какой-то. Ну, давайте тогда мы с вами пройдем вот в эту комнатку. Обожаю истории про вампиров. Только про настоящих, которые сгорают на солнце. Они блестят. Хе-хе-хе-хе. Подколол. И вот мы оказались в заброшенной крепости, окруженные... Окруженные... Ну, давай первое. Ага. Попался. Да ты достал уже. Попался я. В вашей текущей истории Сигурд не сломал посох колдуна и не призвал армию смерти. Расскажите в воздушной битве историю об этом. Нет, не будем. Давай выберем, предположим, второе. И тогда... Мы ударили по слабакам эльфам. Мы атаковали орочьи кланы. Ну, а это, ребята, мы уже с вами узнаем в следующей серии, что мы будем с вами делать и что тут будет у нас происходить. Ну, а на этом всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видосике. Всем пока. Удачи, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова